Которые мы обязаны вести. А все остальное, как следующий парламент, следующий САЭМ, какие депутаты будут, они будут решать, что они хотят. Конечно, они могут открыть и подавать предложения насчет всех пунктов. Но все-таки ваша комиссия очень усиленно работала над этим законом. Вы как чувствуете у народных избранников, по крайней мере, тех, которые представлены? Есть желание вот это вот еще раз открыть и что-то так сказать? Ну, я думаю, что очень чувствительный пункт Латтелеком-монопол ситуации, потому что даже это не было от президента, такой вообще пункт, не было такого предложения или возражения, не было. Народная партия дала такое предложение. Конечно, мы не рассмотрели, не голосовали, они хотели все-таки продлить этот монопол, эксклюзивная ситуация Латтелеком на 5 лет. Ну, конечно, это не соответствовало, это карты с рулами, мы не голосовали за такое. Но это показывает, что этот интерес есть, и, конечно, если будет возможность, опять этот пункт может быть как очень актуален. А пункт о языке? Ну, трудно сказать, ну, потому что сейчас вообще эта норма, в принципе, никому не мешает. Но можно, если будет такая пропорциональная ситуация, что почувствуешь, что можно усилить эту норму, тогда можно открыть. А вот вы в связи с вот этой нормой о языке упомянули, о национальном вопросе. Все-таки приближаются выборы, не могу вас об этом не спросить. Как вообще чувствует себя новое время накануне выборов? Ну, мы уже как веноты. Ну, и как веноты, и как новое время. Ну, мы, конечно, насчет языка и национального вопроса, мы полностью поддерживаем то, что связано с национальными вопросами. Но это было и как для нового времени, так и было для веноты. Потому что мы все-таки ориентированы как национальная партия защищать государственные... А веноты может пойти, скажем так, на какие-то укрепления позиций русского языка? А как укрепление? Ну, например, вот сделать официальный русский язык? Нет, это не веноты. Нет, нет. Насчет государственного языка, это полностью я могу сказать, что веноты не будет этот пункт менять. Потому что Латвия такая маленькая страна, где еще говорить на латышском языке? Действительно. Я демократическая, очень толерантная, но насчет латышского языка такая маленькая страна. Везде большие страны. Ну, как нам защищать своего языка? Где же еще защищать? Да, где еще и как еще защищать, если не в Латвии? Ну, а тем не менее, ваши коллеги, вот Зиндерзаки, с одной стороны, как бы с вашей стороны, а с другой стороны, Эков Плинера, со стороны Запчел, говорили, вот нам же в этой студии, что между вот этими двумя политическими силами, ну, пока что в новом времени, потом веноты, то есть, с одной стороны, из Запчел идет такое некоторое движение навстречу друг другу. То есть, уже видно, что вы голосуете иногда. Ну, не на счет языка. То есть, к языку это относиться не будет? Нет. Ну, как же, а ведь Запчел очень часто поддерживают вас в каких-то антикоррупционных, может быть, вопросах? Да, ну, у нас есть то, что общее, и то, что... Но как же справедливость, вот у них вот национальный вопрос важен, вот не будете им помогать в национальном вопросе? Ну, на счет языка мы не можем менять свою позицию. И по поводу, скажем так, образования тоже на латвийском языке, да? Ну, все, что относится к языку, мы не можем менять. А вот в одной коалиции Запчел вы бы работали? Меня трудно это представить, потому что я думаю, что есть партии, у которых есть, ну, приоритеты. Но если будет там приоритет русский язык, ну, как... Все равно, как я демократически отношусь всем и защищаю миноритеты. Ну, насчет латышского языка мы не можем пойти на компромисс. Ну, такой вопрос просто мы не можем. Если экономически там они голосуют и защищают нашу коалицию, ну, это хорошо, но это экономические вопросы. Это другое что-то. Ну, а с Центром Согласия вот могли бы работать в одной коалиции? Если мы можем сказать, что не будем трогать такие особенно важные чувствительные вопросы, как язык, я думаю, что возможно сработаться на экономическом почве. Я не говорю, что нет. И с Центром Согласия за пчел? Ну, я думаю, за пчел они приоритет ставят этот русский язык. Может, они сами говорят, что они уже, ну, несколько переориентируются? Ну, трудно сказать. Но у меня опыт такой уже 8 лет, что этот приоритет русского языка все-таки есть приоритетом. Так что если мы говорим насчет латышского языка, мы просто не можем менять позиции, потому что это основная, основная позиция, как защита государственного языка. И это не, я не против людей, я не против, да, конкретно кого-то. Но есть такие приоритеты, которые мы не можем менять. Как думаете, сколько мест наберете? Янотыба, в смысле. Ну, хотелось бы и все, но, конечно, это нереально. Да, но я думаю, что реально 35 может быть. Потому что если мы сегодня смотрим, как это пропорционально силе, и сколько депутатов сегодня, ну, 30-35 может быть. А если наберете 30 или 35, с кем будете дружить в коалиции? Ну, надо тогда смотреть. Нам уже поняли, что... Когда уже будет, тогда и будем смотреть. Потому что, конечно, те, которые получат больше всех, у них есть возможность получить и позиции премьера. Ну, а на данный момент у вас с кем сотрудничество складывается? Потому что со стороны складывается такое ощущение, что вот парлабу Латвии, куда входит ЛППЛС и Народная партия, вот они уже как бы застолбили центр согласия. То есть вам остается либо зеленый, либо за пчел. Ну, с зелеными мы работаем вместе все время. Я скажу, я думаю, мы хорошо сработаемся. И на счет еще Тайвзимом Бриви... Вот только по поводу генерального прокурора у вас там были проблемы некоторые. Ну, да, ну, потому мы разные партии. Мы не одна партия, да. Но я думаю, что и Тайвзимом Бриви, и Латвия, может быть, наш партнер. Потому что у нас общие интересы и сегодня они в коалиции. Ну, насчет парламент Латвии, трудно сказать, как это будет дальше двигаться. Но я думаю, с Народной партией мы и были вместе. Мы когда и предлагали первой партией, ну, они отказались. Так что надо смотреть. То есть вы готовы сотрудничать с ТБ, ЛНРК и ВИС Латвии? Да. Мы даже хотели... Мы, когда вели переговоры, мы уже думали, что мы можем быть и вместе. А здесь в списке, в смысле? Ну, да, нам были переговоры. Потому что наша партия Явна и Слаэкс, мы вели переговоры с Тайвзимой Бриви, и он пил с ВИС Латвией, вели переговоры с ВИС Латвией. Но в конце концов получилось, что мы остались... Да, да, после этих переговоров Райвиз Интерс, представитель ВИС Латвии, как-то упомянул там про 10 тысяч, по-моему, от которого, которые от него то ли потребовали, то ли что? Ну, не потребовали, но когда сказали, что все-таки как-то реклама стоит деньги, ну, конечно, это может быть тысяч, три тысяч, десять тысяч, но все равно какие-то деньги требуют. То есть, ну, все-таки была такая установка странного во время, что 10 тысяч? Я думаю, что установки такой не было. Ну, просто если говорить на счет рекламы денег, ну, я не в этой группе, которая вела переговоры, мне трудно сказать, как это. Но если на счет денег, как вы сказали, ну, конечно, для рекламы деньги всегда нужны. А у них не нашлось? Я не знаю, я не могу вам это сказать. А вот по поводу, все-таки, если вернуться немножко к языку, ваша позиция, то есть вы защищаете латвийский язык, то есть вы не против русского, но вроде как бы латвийский страна, где можно защищать латвийский язык. Партия вису Латвии отличается, ну, скажем так, очень правым положением по поводу национального вопроса. Не, ну, я думаю, на счет языка у нас позиции одинаковые. Мы защищаем латвийского языка, и они защищают. В равном степени? Ну, на счет языка, я думаю, что у нас одна позиция. Все равно это Терзембри, Вибель, Виз, Латвия или Веноти. Потому что там не может быть просто двух решений. Или мы защищаем латвийский язык, там не может быть меньше или больше. Мы говорим это как государственный язык один. И там, ну, какая там будет? Продолжение следует... Продолжение следует...